Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ныне Святая Церковь прославляет близких нам, родных по крови, сонных угодников Божиих, в нашей стране просиявших. Всех вместе ныне Святая Церковь прославляет, так как не хватило бы дней в году, если бы праздновать каждому отдельно. Многие подвязались и спасались незримо для мира. Кроме того, разными способами достигали они, святые угодники, своего спасения. Но шли все одним путем, путем крестным Христовым, и подвязались все во имя Христова. Как звезды небесные ласкают наш взор своей красотой, сиянием, разнообразием, блеском, так и угодники Божии, эти живые цветы, сияют и благоухают святостью, духовными подвигами и чистым житием. Как звезды небесные указывают путь морякам во время ночи, так святые угодники указывают нам путь к небесному Отечеству нашему, предстательствуют за нас пред престолом Божиим, возносят наши молитвы ко Господу, очищая и подкрепляя их своим участием. Помогают нам в скорбях и напастях, как мы знаем все из истории церковно-гражданской, из жития святых. Кто эти святые? Такие же люди, как и мы с вами, но они возлюбили Христа всем сердцем, преодолели свои слабости, выдержали борьбу с искренним врагом нашего спасения, достигли чистоты и святости и ввенчались небесным венцом. Это день всеобщего тезаимениства всех нас, всемирное торжество для ангелов наших, для святых, имена которых мы носим. Подобно тому, как весной земля, согретая солнечными лучами и орошенная теплым дождиком, покрывается зеленью, поля и луга одеваются красивым зеленым ковром, сады украшаются цветами и благоухают, так вот и после сошествия Святого Духа на апостолов, а через них и на всех верующих, стали появляться живые цветы, святые угодники Божии. Это питомцы Духа Святого, духовные его плоды. Процвела пустыня, яка Крин, Господи, Крин полевой цветок, поется в Святой Церкви. Бесплодные пустыни, необитаемые леса, горы, дебри начали постепенно населяться отшельниками, пустынниками, подвижниками, стали появляться скиты, монастыри, а потом и лавры со множеством насельников. К этим святым подвижникам отовсюду потянулись, как на огонек во тьме, сущие во тьме и сене смертной, за советом, утешением, поддержкой и благословением. И озаренные светом веры Христовой возвращались они, проставляя Бога, дивного во святых своих. Святые Божии, суть свидетелей того, что блаженная цель пришествия Христова на землю и вознесения Его на небо, а также сошествия Духа Утешителя вполне достигнута. А цель эта высокой состоит не в другом чем, как в освящении грешного рода человеческого, возведении всех нас на небо. И действительно, вознесшийся от нас Спаситель, уготовил место для всех своих последователей, а снишедших нам Утешитель очищает, освящает, соделывает способными самых плотских людей обитать в селениях Отца Небесного. Посему слава святых угодников Божиих есть слава Сына Искупителя и Духа Освятителя. «Без заслуг Сына Божия не отверзлось бы небо, и без благодати Духа не возмог бы никто войти в отверстие небо. Но прославляя дивного во святых своих Господа Спасителя и Духа Освятителя, мы в то же время величаем и самих угодников Божиих за их добродетели и подвиги духовные. Они были подобострастные нам человеки, такие же, как и мы, но своими подвигами, постом и молитвою преодолели немощи, грехи и страсти и при содействии благодати Святого Духа достигли чистоты и святости. Взгляните на небо, усыпанное звездами. Какая красота! Какое необъятное число их и разнообразие! Но есть другое небо и другие звезды. Это дивные угодники Божии, сияющие вечной славой в Церкви Небесной. Они, подобно небесным звездам, вращаются вокруг небесного солнца Христа, сияют светом любви Христовой и молятся, ходатайствуют за нас грешных, желая и нам достигнуть Царствия Небесного. И кто знает, может быть, за их святые молитвы Господь Бог терпит нас, сохраняет нас от погибели, от кары небесной, ожидая нашего обращения. Небеса проповедуют славу Божию, так и небесные обитатели, призывая нас к себе, вещают нам. Если хотите быть с нами, следуйте за нами, как мы последовали за Христом. Твердо веруйте в Евангелие, держитесь крепко Святой Православной Церкви, очищайтесь и освящайтесь благодатными таинствами церковными. Церковь – это наш корабль спасительный в море житейском. Это Ноев Ковчег. Как тогда при Ное спаслись от потопа только те, кто были в Ковчеге, так и мы только тогда спасаемся, если пребудем в Церкви Христовой. Свирепые волны безверия, нечестия, безбожия, сектанства, стремятся захлестнуть наш церковный корабль, пытаясь его опрокинуть. Но, по словам Господа, и врата ада не одолеют его. Ибо наш кормчий, сам Христос – Спаситель наш. Церковь наша, пребывая основанием на земле, главой своей находится на небе, ибо глава ее – Христос. Посему, пребывающий в Церкви, взойдет и на небо в свое время. Это преддверие небесного храма, вечного блаженства. Со всем усердием будем призывать в молитвах наших небесных покровителей, друзей Божьих, просить их помощи в деле нашего исправления и спасения, подражать их добродетелям. И тогда молитва наша будет услышана и дарована нам будет все, ежекоспасению полезное и в жизни сей земной потребное. Прославляя память их, будем стараться подражать и житию их добродетелям. Будем просить их, как старших наших братьев, помочь и нам преодолеть наши препятствия к душевному спасению, грехи и страсти. Такая молитва наша будет им понятной, приемлемой, приятной. Они услышат нас и помогут, как в достижении спасения душевного, так и в делах и нуждах наших. Все святые земли российской, молите Бога о нас. Аминь. Испоучение митрополита Владимира.